МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Каждый день». Сейчас коротко о погоде, затем новости и информация от наших партнёров. В ближайшие три дня на большей части республики ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможен град. Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируют синоптики на западе, северо-западе, севере и востоке страны. Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается в северных регионах. Ночью температура воздуха на севере опустится до плюс 7, плюс 12, днём до плюс 17, плюс 22 градусов. На юге и юго-востоке Казахстана значительных изменений, температуры и осадков не ожидается. Сейчас коротко о погоде по области и в городе. В Мартуке ночью плюс 11, днём плюс 23, без осадков. В Волге ночная температура плюс 13, дневная плюс 22, переменная облачность. В Храмтау ночью на столбике термометра плюс 11, днём плюс 20. В Атамше ночная температура плюс 10, дневная плюс 20, без осадков. В Шалкаре ночью плюс 17, днём плюс 26, переменная облачность. А сейчас погодим в нашем городе. Подорожает ли хлеб в Казахстане? Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на хлеб и муку из-за засухи и дефицита воды в стране, рассказал министр сельского хозяйства Ербол Порошукеев. В кулуарах правительства министр уточнил, что в Казахстане хлеб дешевеет второй год подряд. Стоимость пшеницы, вы знаете, конечно, это проблема. Мы делаем все, чтобы стабилизировать цену на пшеницу. До 15 сентября продовольственная контрактная корпорация объявит цены по форвардному закупу. Ситуация стабильная с точки зрения наших потребителей. Предпосылок для роста цен на муку, на хлеб, на хлебобулочные изделия нет. На маркетинговый следующий год ситуация стабильная, сказал Ербол Порошукеев. Может ли в Казахстане появиться налог на домашних животных? В Министерстве национальной экономики ответили на соответствующий вопрос. С 1 сентября в Казахстане владельцы пкушек и собак обяжут вживлять чип или надевать сбирки на своих питомцев. В связи с этим любители домашних животных начали предполагать, что их также обяжут платить за своих питомцев налоги. Насколько достоверны такие предположения казахстанцев и появится ли в Казахстане налог на домашних животных? Введение такого налога не планируется, такой вопрос не рассматривается, ответили в Министерстве национальной экономики. Кредиты на 29 миллиардов выдадут в 2023 году молодежи от 21 до 35 лет на расширение бизнеса. В целях реализации послания главы государства народу Казахстана через АО «Аграрная кредитная корпорация» запущен механизм льготного микрокредитования молодежи. Молодые люди в возрасте 21-35 лет имеют возможность получить льготный кредит по 2,5%. Если у вас имеется статус индивидуального предпринимателя, то срок регистрации предприятия должен составлять до 5 лет. Молодые жители области сдают соответствующие документы для получения кредита в Аграрную кредитную корпорацию, признанную доверенным лицом кредитования, говорится в сообщении. АНВАР Где более 700 видов товара для школы по суперценам? АНВАР Место школьной ярмарки. Тетради школьные от 17 тенге, ручки шариковые 19 тенге, обложки для тетради 10 штук 189 тенге, рюкзаки от 1999 тенге. Готовиться к школе просто вместе с торговой сетью АНВАР. БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ И ВЫГОДНЫМИ ДЛЯ КЛИЕНТА ЦЕЛЬ ХИМЧИСТКИ ДИМАКСА Довольный клиент – наша главная задача. Мы чистим, гладим, восстанавливаем, удаляем пятна шелка, шифона, органзы, кружева и других видов ткани. Также красим изделия. Особенность ХИМЧИСТКИ ДИМАКС – это профессионализм и творческий поход к работе. Мы открыли для себя уникальные технологии по чистке и обработке вещей, которые применяем в работе. ХИМЧИСТКА ДИМАКСА доступна для каждого клиента. Мы экономим ваше время и деньги. Адреса. Проспект Абулхэрхана, 19, улица Заводская, 48. В компании Нордглаз Актьюбе самый большой ассортимент стекла в наличии, самые выгодные цены, скидки, акции. Принимается оплата Каспирет. Выбирайте лучших и лучших. Нордглаз Актьюбе. Адрес. Проспект 312-й стрелковой дивизии, 24А. В компании «Профсервис» работают лучшие бухгалтеры и финансисты, которые целенаправленно связали свою жизнь с оказанием услуг по удаленному бухгалтерскому обслуживанию. Команда «Профсервис» постоянно обучается и совершенствуется во всех областях бухгалтерии и финансов. Доверяйте лучшим. Доверяйте «Профсервис». Вы смотрели программу «Каждый день». Я желаю вам прекрасного настроения. До встречи на Первом городском. Субтитры подогнал «Симон»!